В прошлый визит фронтовиков пациенты жаловались, что добывать горячую воду на банальное поддержание гигиены приходится самим, с помощью кипятильников и чайников. Но вода в больнице есть, просто не везде. 12 бойлеров поставили в самых нужных кабинетах. В операционных лабораториях, в манипуляционных кабинетах, в стоматологическом кабинете, там у нас есть, стоят водонагреватели. На кухне в отделениях стояли водонагреватели. Приемное отделение, естественно, это как самое первое, чтобы обработку пациентов осуществлять. Детское отделение было водонагреватель. От отсутствия воды страдали пациенты стационара. С последнего визита активистов ОНФ произошли изменения. Появились еще три электрических нагревателя в терапевтическом и хирургическом отделениях и женской консультации. И в покупку и установку больница оплатила сама. На этот раз недовольных пациентов мы не нашли. Вот лежим мы, например, 10 дней, мы домой не ходим, чтобы там пошли, мы все делаем тут. Для женщин, например, вот женщины, мы все делаем тут. Помылись, покушали, принесли. Что еще нужно? Лежи, отдыхай и лечись, дочка. А сейчас бы дома работала. Огород бы полула, шторки стирала. А тут лежу, да лежу. Покупка дополнительных бойлеров лишь улучшила ситуацию, но проблему в целом не решила. Позволить себе поставить электрические приборы в каждом кабинете врачи не могут. Из соображений безопасности в здании старая проводка и финансовых водонагревателей немаленькие аппетиты. Несколько лет назад планировалось установить газовые котлы, но чтобы они эффективно работали, нужно заменить всю систему водоснабжения больницы. Она не использовалась больше 10 лет. На эти цели денег не было и проект приостановили. Решался вопрос, либо это отдельную модульную котельную нам ставить, чтобы у нас было и свое отопление. Конечно, для больницы это более, так сказать, подходящий вариант, чем централизованная. Строительство модульной котельной, оно минимально, проекты, они около 15 миллионов. То есть это уже, чтобы у нас было индивидуальное. Но она планируется? Пока это как бы вот мы запрашиваем, но положительно пока этот вопрос не решен. На 2020 год запланирован капитальный ремонт всей больницы. В его рамках врачи хотят основательно заняться санузлами круглосуточного стационара. А вот создание котельной и обновление всей системы водоснабжения в программу не входят. Так что горячий вопрос пока остается открытым. Анна Пикулина, Сергей Дорохов, телеканал СИИМ.